привет друзья у микрофона шаман и это видео по майнкрафт для новичку вроде бы видео по основам чародейства в май не зашло значит пришло время продолжить и поговорить о зелье варенье в нашей любимой кубической вселенной короче олдовые мастера майнкрафта сегодня могут не смотреть ролик но если вы посмотрите тогда поможете развитию канала и я конечно же буду искренне вам всем благодарен а вот с новичками мы сегодня переходим в класс зелье варенье и будем учиться создавать магические отвары на все случаи жизни и так зелье варенье это вторая ветка магии майнкрафт базирующаяся на приготовлении зелий как понятно из названия и эти вот зелья вы можете использовать для наложения на себя других игроков или мобов различных эффектов положительных или отрицательных основной рабочий инструмент каждого варщика зелий вот такая вот варочная стойка или зелеварка она крафтится из трех булыжников либо блоков чернита который добывается на просторах нижнего мира комбинируем выбранную вами щебенку в комбинации с огненным стержнем и получаем чудо воксельных технологий кстати эти самые огненные стержни вы можете раздобыть в нижнем мире если пойдете охотиться на таких вот эфритов или всполохов как их переименовали в последних версиях майнкрафта естественно в верхнем мире они не водятся это я их заспаунил просто так для наглядности также вы можете обнаружить уже готовые варочные стойки в крае в подземельях иглу и в деревнях в доме священника ну как по мне лучше будет конечно же соорудить портал нижний мир и поискать там крепость эфритами все равно вам потребуется за их стержнями идти и собирать их для ваших будущих зелий о чем мы сейчас конечно же поговорим только запаситесь броней покрепче да луком помощнее тут вам помощь как раз кстати придутся знания из предыдущего видео по зачарованию вещей в майнкрафте ну да ладно не будем отвлекаться о ферме эфритов я может еще сделаю отдельный ролик а пока вернемся непосредственно к зельям и так установили мы варочную стойку и теперь взглянем что у нее внутри перед нами куча слотов различной формы под всевозможное содержимое здесь мы видим 5 ячеек для ингредиентов а также три индикатора готовки зелий в нижние ячейки помещаются бутылочки с водой либо с исходным зельем которые вы хотите улучшить после размещения колб внутри варочной стойки они также отобразятся и снаружи благодаря этому вы всегда видите если внутри вашей зелеварки зелья или же нет бутылки крафтится из блоков стекла как обычно а воду в них вы можете набирать как с любого водоема так из котла но как по мне котел наполняет всего три бутылки постоянно носить в него воду не так уж и удобно лучше всего будет недалеко от вашей зелеварки создать источник бесконечной воды например таким вот классическим способом значит зелеварка на месте бутылки с водой запасены переходим к магии берем огненные стержни фрита и создаем из него на верстаке парочку щепоток огненного порошка это будет топливо для нашей зелеварки которая необходимо поместить в левую угловую ячейку вот видите сразу же один из порошков заполнил нашу так сказать горелку запасной остался на очереди вы можете и вовсе поместить целый стак огненного порошка чтобы надолго забыть о дозаправке вашей варочной стойке кстати друзья одного топливного элемента хватает на 20 операций зелеварения вне зависимости от того готовите вы одну колбу или одновременно три верхний же отсек мы помещаем один из реагентов для зелий который будет наделять ваши варива определенными эффектами неважно сколько бутылок будет на вашей варочной стойке за один заход расходуется один такой ингредиент для зелий время приготовления любого зелья 20 секунд всего существует условно три уровня сложности зелий чем больше этапа приготовления зелья тем выше его уровень но опять же это все на пальцах начнем с базовых зелий а после рассмотрим их усиление самое распространенное зелье первого уровня это грубое зелье которое готовится с использованием адского нароста это зелье также называют мутным некоторые названия зелий отличаются в зависимости от версии майнкрафта так что иногда я буду говорить сразу два названия различных зелий само по себе мутное зелье не имеет никаких эффектов о чем нам любезно сообщает игра когда мы наводим на него курсор а сам же адский нарост он же незерский нарост вы можете раздобыть как понятно из его названия прямиком в незере а именно в адской крепости тут он растет на песке душ и вы можете захватить домой с собой не только адские наросты но и песочек чтобы создать небольшой огородик с этим причудливым наростом достаточно посадить один и спустя некоторое время он захватит весь свободный песок душ но вернемся пожалуй к нашему мутному или же грубому зелью помещаем его в варочную стойку если перед этим вы его забирали и теперь перед нами вопрос что мы будем варить если мы добавим сахар который получается с сахарного тростника то на выходе мы получим зелье с эффектом стремительность которая увеличивает скорость передвижения игрока скорость бега и длину прыжка на 20 процентов время действия зелья 3 минуты как это сейчас вы видите на экране после приема зелья а также во время нажатия кнопки бега камера отдаляется больше чем обычно и мы сразу же понимаем что чары работают да еще вот такая вот аура вокруг игрока появляется кстати друзья если вы захотите снять эффект от любого зелья просто возьмите ведерко подаете им корову и выпейте молока эффект от принятого варева тотчас же исчезнет так что чародею довольно полезно держать у себя дома коровок окей теперь перед нами мутное зелье и мы добавляем в него лапку кролика которые с небольшим шансом могут дропаться с этих самых кроликов в результате у нас получилось зелье прыгучести которое позволяет нашему персонажу прыгать на пол блока выше как по мне так себе зелье конечно но где-то вы уж найдете ему применение вот я построил колонну на полтора блока высотой и вы сами видите разницу в прыжке до приема зелья и после теперь у нас микс мутного зелья с топливом для нашей зелеварки то есть с огненным порошком и у нас получается зелье силы которые на 3 минуты увеличивает наш урон на 3 единицы вот проведем тест на зомби железным мечом обычно зомби уходит из игры за четыре удара а приняв зелье силы мы его упакуем за три . вот это зелье мне по душе особенно когда я хожу в незер или край и особенно его усиленная версия о чем мы еще поговорим теперь же мы приготовим сверкающий ломтик арбуза из арбузной дольки и 8 кусочков золота кто не в курсе арбуз можно найти в биоме джунглей или его семена можно раздобыть еще в сундуках сокровищами помещаем мутное зелье кусочек сверкающего арбуза и спустя 20 секунд у нас уже готовое зелье исцеления его всегда можно взять с собой поход чтобы моментально восстановить два полных контейнера сердца если добавить в мутное зелье получи глаз который вы можете получить из паукол то в результате у нас получится отравляющие зелье которое действует 45 секунд и наносит урон принявшему по половинке сердца каждые полторы секунды пока у вас не останется последняя жизнь то есть отравление снижает здоровье цели до половинки сердечко но не убивает а добавив слезу гаста к мутному зелью мы получим зелье регенерации слезы и гаста добываются в нижнем мире из этих самых гастов ну думаю вы в курсе так вот зелье регенерации действует как отравляющие но наоборот то есть за 45 секунд эффекта этого зелья вы будете восполнять по сердцу каждые 2 и 4 секунды пока полностью не исцелитесь или пока действие зелья не закончится теперь тут же в нижнем мире мы ищем сгустки магмы истребляем магмовые губы либо можно смешать слизь и огненный порошок добавляем эту субстанцию к нашему мутному зелью и на выходе получаем зелье огнестойкости выпиваем и идем плавать в лаву как видите никакого урона от этой агрессивной среды я не получаю от слова совсем и длится эта радость целых три минуты просто мастерное зелье для нижнего мира и раскопа глубинных участков шахт после мы отправляемся на рыбалку и пытаемся выловить игла брюха либо же плаваем с ведром воды и выискиваем того под водой когда мы добавим эту рыбку к нашему стандартному мутному зелью то получим зелье водного дыхания который поможет вам обходиться без воздуха под водой целых три минуты хорошее зелье для расхитителей затонувших кораблей и подводных крепостей а в комбинации со следующим зельем это будет отличная связка берем значит морковку и добавляем 8 кусочков золота в результате у нас золотая морковь которая в комбинации с мутным зельем даст нам зелье ночного зрения его эффект длится также 3 минуты и позволяет отлично ориентироваться в ночное время суток как на суше так и под водой ну и шахтерам оно пригодится однозначно а вот пришел момент использовать зелеварение черепаший панцирь который мы крафтили видео о ферме черепах создается он с 5 черепащих щитков если его замиксовать смутным то мы получим зелье черепащей мощи она замедляет нашего персонажа на 60 процентов но дает повышение защиты 3 уровня длится этот эффект правда недолго всего лишь 20 секунд но в будущем мы это можем исправить ночью выбиваем мембрану из фантома после варим зелье и получаем вот такое вот зелье плавного падения она действует полторы минуты но не раз спасет вам жизнь при исследовании городов края так как вы будете не только медленнее падать с высоты но еще и не получите урона от такого вот приземления и это были все зелья на базе мутного или же грубого зелья теперь же рассмотрим оставшиеся так сказать группы зелий короче берем бутылочки с водой и добавляем в них порох в итоге у нас получается взрывное зелье так сказать граната в нашем примере получилось граната с водой но и для нее есть применение можно такими вот гранатами тушить огонь или забрасывать ими эфритов и как можно догадаться вы можете добавить в любое полученное ранее вами зелье щепоточку пороха чтобы трансформировать это самое зелье во взрывной формат такое зелье можно использовать как на себя так и на окружающих мобов как видите на месте взрыва бутылочки создаются частицы в определенном радиусе и каждый кто попадет на эти частицы получает эффект зелья которые вы разбили вы можете использовать взрывные зелья исцеления и регенерации против вражеских мобов так как этот тип зелий будет вам восстанавливать здоровье а на нежить они действуют как отравляющие и наоборот отравляющие зелья отравляют вас и исцеляют нежить но мы переходим дальше берем любое взрывное зелье и добавляем в него бутылочку с дыханием дракона последнее можно собрать при помощи пустых бутылок на встрече с драконом в итоге у нас получилось туманное или же оседающее зелье оно не только взрывается но и на некоторое время оставляет после себя на земле цветной туман попал под влияние которого любой игрок или моб получает наложение эффекта того зелья которое вы разбили то есть это тоже взрывное зелье но обладающие большим радиусом воздействия и она хорошо так заходит против орды наступающих врагов если мы смешаем воду и один из этих вот ингредиентов то в итоге получим простое зелье без эффекта под названием заурядное зелье или непримечательное зелье сколько его не пей толку с него не будет аналогично если мы возьмем бутылку воды и щепотку светокаменной пыли то в результате получим густое зелье без эффектов а теперь мы рассмотрим комбинации с маринованным паучьим глазом замиксуем у себя на кухне то есть на верстаке смесь сахара коричневого гриба и паучьего глаза и таким образом получим так называемый маринованный паучий глаз смешаем его с бутылочкой воды и у нас получилось зелье слабости которая снижает наносимый урон на 4 и действует все это полторы минуты и зачем же оно нам такое нужно ну а что ж давайте добавим в это зелье порох и получим гранату которая снижает урон вражеских мобов по вашему телу считай профит далее мы можем взять зелье прыгучести или зелье скорости либо даже оба эти варева и смешаем их с маринованным паучьим глазом в итоге получим зелье замедления которое снижает скорость на 15 процентов и длится полторы минуты а зелье исцеления либо зелье отравления в комбинации с маринованным глазом дадут одно и то же зелье вреда которое моментально при его приеме наносит урон принимающему в размере трех сердец или же 6 единиц дамага движемся дальше и наконец мы смешаем маринованный глаз паука зельем ночного зрения как результат у нас в кармане зелье невидимости которая здоровски так выручит любого исследователя опасных уголков мира майнкрафта и в последнюю очередь нам осталось рассмотреть усиление готовых зелий и продление их времени действия возьмем например зелье отравления чтобы все было наглядно смешаем одно зелье с редстоуном и как вы можете увидеть длительность воздействия этого зелья возросла из 45 секунд до полутора минут количество урона которое получает наш персонаж осталось прежним то есть редстоун лишь продлевает время действия любого зелья которое имеет временный эффект а не моментальный а вот светокаменная пыль вместе с тем же зельем отравления в результате создать зелье отравления с пометкой у 2 то есть это зелье станет сильнее но при этом время действия зелья сократится то есть светокамень усиливает все зелья но сокращает время их действия если это конечно возможно вот тоже зелье вреда не имеет времени действия но силу его можно увеличить если мы попытаемся смешать его с редстоуном то ничего из этого не получится а вот светокаменная пыль создаст зелье вреда 2 тестируем сначала примем зелье вреда самое обычное и наш персонаж получил три сердца урона а вот теперь попробуем усиленное зелье вреда и как видите наш персонаж получил шесть сердец урона согласитесь довольно такие грозные оружие если смешать такую штуковину с порохом и замутить гранаты но нет не забывайте что вредящие зелья будут лечить нежить так что против нежити вам будет лучше всего сделать усиленные исцеляющие гранаты и тогда вашим врагам как в моем случае скелетом будет не сдобровать хотя если вы пойдете воевать не против нежити против враждебных мобов другого типа то тут как раз и пригодится вредящая зелье короче вариации в этой сфере масса ну и таким вот образом мы добрались к финалу этого ролика если что забыл рассказать прошу простить и в комментариях написать мне об этом надеюсь это видео было полезно вам ну или как минимум интересно желаю вам от души повеселиться в мире майнкрафт и если захотите поговорить о лучших комбинациях зелье и щарами пишите под видосом ну и раз вы новички майнкрафт напишите интересно ли было бы вам разобраться с редстоун механизмами от а до я так сказать а на этом я с вами прощаюсь респект каждому кто досмотрел до этого момента и подписался и всем покеда с вами был шаман